Саша Р. Дом в конце улицы. Читает Михаил Шитько. Детство моё прошло в районе не самом благополучном. Унылые пятиэтажки в окружении застанных гаражей, бухающие во дворах средь белодня алкоголики, роющиеся в мусорках бомжи. Думаю, нет нужды останавливаться на этом подробнее. В каждом городе есть такие районы. Но наша Клоака была особенной. Ведь у нас был дом. Мне в каком-то смысле повезло. Дом находился прямо на нашей улице, и из моих окон был виден как на ладони. А ещё там жили некоторые мои знакомые. Таким образом, я мог хорошо увидеть, что там творилось, но при этом не участвовать в происходящем лично. Дом этот был опасным местом. Это была грязная рыжая пятиэтажка, половина квартир в которой пустовали, а оставшаяся половина заселена семьями сомнительной благополучности. Жить там никто не хотел. Потому что в доме по какой-то причине постоянно вспыхивали мелкие пожары. Когда ветер дул со стороны дома, от него вечно воняло чем-то палёным. Многие винили плохую проводку. Но я сам убедился, что это была далеко не единственная причина. В доме жил мой друг Илюша. В любой день и любую погоду он приходил к нам во двор. Его воспитывала мать-одиночка. Злая, обиженная на жизнь женщина, которая пахала на двух работах, чтобы поставить его на ноги. Она возвращалась с работы в восемь часов вечера. И до этого времени Илюша играл у нас во дворе или сидел у меня в гостях. «Я домой не хожу, когда там мамы нет», — говорил Илюша. «У нас в квартире всегда темно, даже днём, и часто дым идёт, и воняет чем-то». «Какой дым?» «Не знаю, как будто что-то горит. А ещё я так как-то пришёл домой, а ко мне выходит, ну, как будто моя мама, только глаза другого цвета и лицо чуть-чуть не такое, выходит и кричит. «Это мой дом, иди отсюда!» А я смотрю на неё, и чем дольше смотрю, тем меньше она становится похожа на мою маму. Будто какая-то чужая женщина живёт в нашей квартире. И лицо у неё вдруг стало страшное, красное, в волдырях, как рано. Я так быстро никогда не бегал». «Так расскажи своей матери». «Она не верит. Говорит, я выдумываю». Когда я рассказал об этой истории своим родителям, они как-то странно переглянулись, после чего сказали мне никогда не ходить к Илюше в гости. В отличие от Илюшиной мамы, они тоже понимали, что с домом что-то не так. Как-то утром, когда они думали, что я ещё сплю, я случайно услышал их разговор на кухне. «Вон, смотри», – сказал папа. Опять она бегает. «Кто?» – спросила мама. «Ну, вокруг дома бегает». Я встал с кровати и подошёл к окну. По двору дома бежала женщина в чёрном пальто до колен и в чёрных штанах, хотя на дворе было лето. Давно и не было. Теперь опять появилась. Продолжал папа. «Я ещё когда был маленьким, она всё так же бегала. Ну, ты же знаешь, в доме и там вечно пожары происходят. Сколько от них людей погибло». И она как-то там жила вместе с матерью своей. И у них такой страшный пожар случился. Говорят, на дочке платье загорелось. Мать её начала тушить. Огонь такой странный, будто от бензина. Никак не тушится, только сильнее разгорается. И она тоже вспыхнула. И бегали обе в огне. Вот до сих пор и бегают. «Бедненькие», – сказала мама. «Наверное, им до сих пор горячо». И правда, женщина скрылась за домом, после чего спустя минуту выбежала из-за него и опять понеслась по двору. И как ей не жарко летом в пальто. В тот же день я расспросил Илюшу об этой женщине. «Да, их две бегают», – ответила Илюша. «А может, то одна. Она бывает пожилой, а бывает молодой. Но всегда они убив чёрным». Потом он помолчал и добавил. «Молодая хуже». «Почему?» «Не знаю. Выглядит страшнее. У неё такие глаза, лоб. Если появилась, то всё. Будет и днём, и ночью бегать вокруг дома». И правда, женщина в чёрном пальто теперь появлялась каждый день на протяжении следующих нескольких лет. И летом, и зимой. Даже под дождём она бегала вокруг дома. И даже ночью я пару раз вставал попить воды и видел её бегущего в свете фонарей. Вскоре она стала для меня привычной. Но Илюша боялся её жутко. «Слушай, а не хочешь ко мне в гости? С ночёвкой?» – как-то сказал он. «Ты серьёзно?» – спросил я. «Ты же знаешь, мне не разрешают». «Да она как начала бегать вокруг дома. Вообще покоя нет». Пожаловался Илюша. «Она у нас по квартире иногда бегает. Ночью». «Правда?» «Да, правда. Переночуешь у меня? Я уже не могу». Как потом выяснилось, Илюша довольно долго спал с мамой в одной кровати, потому что боялся оставаться один в комнате. Но теперь он вырос. И спать с мамой больше не мог. Тем не менее, страхи его от этого никуда не делись. Конечно, я не смог отказать ему. В тот день я сказал родителям, что иду с ночёвкой к другу, но не сказал, что к Илюше, иначе меня бы попросту не отпустили. Внутри дом был ужасен. Засанный, вонючий, почти тёмный подъезд. Квартира, в которой жили Илюша с мамой, тоже производила гнетущее впечатление. Нищая, со вздушимся пузырями линолеумом, потёртая советской мебелью. В ней было почти темно, а от люстр исходил странный зеленоватый свет. «Какие лампочки не вкручивай, всё бестолку», – пожаловалась Илюшина мама. «Нихрена не видно. Наверное, что-то с проводкой. Её вечно замыкает». Она насыпала нам жареной картошки и тут же ушла в свою комнату, предварительно попросив не шуметь. Ей нужно было завтра идти на работу на шесть утра. Мы поужинали в полной тишине и прошли в Илюшину комнату, где тихонько включили первый попавшийся фильм на стареньком телевизоре. Я уже дремал, когда услышал вкратчивый женский голос. «Илюша!» Опять протянула она и улыбнулась. «Это твоя мама?» Нелепо спросил я, прекрасно понимая, что это не она. Дверь скрипнула, приоткрываясь, и я увидел, что в этой женщине с чёрными обычными глазами нет ресниц, бровей. Жидкие тёмные волосы начинаются где-то чуть ли не на макушке. Кожа на лице бугристая, неровная, как будто потёкшая. А то, что я принял когда-то за чёрной пальто и брюки, оказалось чёрным истлевшим платьем и обгоревшими дочерно голыми ногами и руками. Мы завопили от ужаса, лампочка мигнула, и свет тут же потух. «Чё вы орёте?» К нам уже через всю гостиную неслась разозлённая Илюшна мама. «Вы что, фильмов ужасов включили?» «Здесь кто-то был...» Мы кричали вдвоём, но я кричал громче. «Женщина, женщина! То, что бегает вокруг дома!» «Дебилы! Здесь никого нет! Не орите! Мне завтра рано на работу!» Илюшина мама пощёкла включателем и, убедившись, что лампочка перегорела, силой захлопнула дверь. Мы остались в кромешной темноте, не зная, сколько мы так пролежали, приезжавшись друг к другу из куля, когда начали потихоньку проваливаться в сон. Проснулся её посреди ночи. Илюша сидел на кровати. «Ты чего не спишь?» Шёпотом спросил я. «Ты слышишь это?» Тихо ответил он. Я прислушался. По гостиной кто-то бегал кругами. «Я же говорил, она бегает по нашей квартире, и как только мама не слы...» И в тот же момент он громко заорал, и в лунном свете я увидел, что из щели между стеной и кроватью к нам по одеялу тянется чья-то длинная, слишком длинная для человеческой, чёрная рука. После этого Илюша начал всё чаще оставаться ночевать у меня. Но продлилось это недолго. Моим родителям это быстро надоело. С другими знакомыми Илюше приключилась та же история. И в конце концов, ему не к кому больше было приходить. История Илюши закончилась быстро и грустно. Как-то мама меня разбудила засветло и сказала одеваться. Я наспех накинул штаны и свитер, и мы побежали к дому. У Илюшиного подъезда стояла скорая, а возле неё заплаканная Илюшина, а мама с одеялом в руках. «Я не знаю, как это случилось...» Схлипова говорила она. «Он опять начал шуметь ночью. Я забежала к нему в комнату. Забежала, а он не спит. Накричала на него, подняла одеяло с пола и кинула на него. Укрыть хотела. А он как закричит, как начнёт биться руками и ногами. Я испугалась, одеяло с него стянуло, а там всё красное, всё в ожогах страшных. Отчего? Это одеяло?» И она заматывалась в это одеяло, прикладывала его к лицу, к рукам, стремясь показать, что оно обычное, нормальное. Но почему-то, когда она набросила его на Илюшу, случилось что-то страшное. Илюша лежал в машине скорой весь красный, со слезшей кожей на руках и ногах. Я навещал его в больнице. Мои родители переводили ему деньги. Но после этого случая ни он, ни его мать больше не появлялись в доме и не выходили с нами на связь. Их квартира так и осталось пустовать. На этом связанные с домом истории не закончились. Расскажу две самые яркие. Первую историю рассказал мне дальний знакомый. В доме жила его бабушка. Иногда он приходил навестить её, принести продуктов и так далее. Мы с ним как-то разговорились, вспомнили произошедшее когда-то с Илюшей, после чего он рассказал мне следующее. «Да, с этим домом и вправду что-то не так. Все это знают. Я как-то приехал к бабке своей. Захожу. Вроде всё как обычно. Она мне чаю налила, сидим разговариваем. Потом как-то неуютно стало. Будто что-то не так. Я с ней разговариваю, а звуки, знаешь, будто с опозданием идут. Я говорю, губы шевелятся. Но сама реплика звучит только через пару секунд. И она будто с опозданием отвечает. Я смотрю на неё. А с ней что-то не так. Будто бы один глаз ощутимо больше другого. Или как будто лицо всё как-то на сторону скошено. Но это видно только мельком. А как начнёшь вглядываться, так вроде всё нормально. В какой-то момент начало темнеть, мне уже совсем неуютно стало. Я уже говорю, давай бы, я пойду. А она не отпускает. Встала, начала в холодильник и шариться. И я вижу, что она как-то ходит странно. Понятное дело, что пожилые люди ходят не так, как молодые. Но она ходила не как обычно. Я смотрю, а у неё ноги какие-то очень тёмные, прямо чёрные. А тонкие, как будто все мышцы ссохлись. И кажется мне, будто это какая-то пародия на бабку мою. Словно кто-то сделал её копию. Но анатомически неверную. Понимаешь? И вот она опять садится. Мы разговариваем. И вроде опять всё нормально. Но в какой-то момент начинает ощутимо газом вонять. И тут я понимаю, что мы уже давно не разговариваем. А молча смотрим друг на друга. И это какая-то чужая женщина совсем. Да и вроде непонятно толком, женщина или нет. Потому что всё лицо обгоревшее. И волос почти нет. Я вскакиваю за стола и говорю, вы кто? А она говорит, а к кому ты шёл? Ну, я выбежал оттуда мигом. Благо не разувался. Она сзади топает, бежит за мной. За руку схватила. Я вырвался и по лестнице скорее вниз. И на рукаве у меня остался след чёрный от руки. Будто рука была в саже, веришь? А с бабкой я потом созвонился и выяснилось, что её на тот момент в доме вообще не было. А на пенсию получать ходила. Ну и забрали мы её к себе после этого случая. Нечего ей там больше делать. Ты мне не веришь, наверное? Верю. Ответил я. Ещё как верю. Второй случай произошёл, когда я был в одиннадцатом классе. Я курил возле подъезда, когда ко мне подбежала испуганная и зарёванная Таня. Как и Илюша, она была жительницей дома. Но мы особо не общались, поскольку она была девочкой ещё и на три года младше меня. Как и все обитатели дома, она была не из самых благополучных кругов общества. И вот зарёванная и напуганная, она подбежала ко мне со своим дешёвым мобильничком в руках. Посмотри, посмотри. В итоге выяснилось, что Таня пыталась фоткаться в зеркало, но на одной из фоток увидела что-то, заставившее её выбежать из квартиры в слезах и домашних тапочках. Фото были слишком плохого качества, чтобы разглядеть все детали. Но действительно, на одной из фотографий, за спиной Тани, что-то выглядывало из-за шкафа. Когда я увеличил фото, на фоне белой стены вырисовалось чёрное скрюченное существо с землистого цвета мочалкой вместо волос. «Что это? Как будто чучело какое-то!» Пробормотал я. Схлипывающая до этого Таня вдруг замолчала, разглядывая существо. А потом сказала. «Тебе не кажется, что оно похоже на Олю Радзилову?» Олю Радзилову я знал хорошо. Она была моей одноклассницей, и в детстве мы её безбожно травили. Не сказать, чтобы она была уродливая или вредная, очень даже наоборот. Но почему-то бесила она нас жутко. Оля жила в доме, её отец был алкоголиком. И это мы выбрали как предлог для того, чтобы портить её учебники и тетради, швырять в лужу её портфель и топтаться сверху. И так далее. Впрочем, это осталось в прошлом. А на тот момент она уже выросла взрослой девушкой, симпатичной, белокурой, с добрым сердцем и громаднейшей дырой в башке, которая делала её совершенно неразборчива в половых связях. К одиннадцатому классу она уже побывала в объятиях всех алкашей нашего района. И да, на фотографии действительно была она. Вся чёрная, скукоженная, со страшным вытянувшимся искривлённым лицом и грустными, полными боли глазами. Но она... Я попросил Таню скинуть мне это фото на телефон, хотел показать пацанам, как какую-то занятную штуку. А на следующий день мы узнали, что Олю Радзилову изнасиловали, сильно избили и сожгли. Пересматривая потом это фото, я понял, наконец, почему она была такой чёрной, скрюченной. Да она же была вся обгоревшая. И странное её лицо было лицом мёртвого уже человека, потерявшего живые человеческие черты. Наверное, когда она появилась тогда, там у меня, над ней уже издевались. Сказала мне потом Таня. Но либо она уже умерла. Через пару месяцев после этого случая произошло то, к чему всё уже давно шло. Однажды ночью вспыхнул очередной пожар, который стал последним. Дом уничтожил себя сам, вместе с большинством живущих там людей. Сейчас, глядя из окна на то, что от него осталось, я и сам сомневаюсь, а правда ли всё это произошло. Доказательствами того, что это было, остались лишь фотка Оли у меня на телефоне. И Илюша, так больше никогда, и не выходивший со мной на связь. А ещё то, что в последнее время, и в нашем доме тоже, все лампочки, почему-то начали светить тусклым, зеленоватым светом. Понравилась история и моя озвучка? Что ж, тогда не забудь подписаться, поставить лайк и, конечно, написать свой комментарий. Также обязательно заходи на мою страницу на Бусти. Там ты найдёшь эксклюзивные озвучки, которых больше нигде нет, аудиоверсии истории с Ютуб и ещё много чего крутого. В общем, заходи и подписывайся. Ну, а на сегодня всё. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!